Эх ты, красоточка. Молодец, молодец. Птицу хвалят за то, что она пытается укусить руку ветеринара не просто так. Защищается, значит, чувствует себя лучше. Еще сутки назад она даже не могла встать на лапы. Сейчас ее полечил, опять сорбенты влил ей, уколы поставил. Вставай, вставай потихонечку на этот бок, давай. Но спасти краснокнижного сокола Балобана все-таки не удалось. В руки Артема Кучера он попал из Бийска, там его во дворе дома заметил мужчина. Птица не могла взлететь. После обследования выяснили, что пациент – взрослая самка. У нее были разорваны сухожилия, на одном крыле увеличена печень из-за отравления. Цвет помета вот такой вот у нее изменился, изумрудного цвета был, что говорит о том, что печень отказала. Ветеринар уверен, в смерти редкого сокола виноваты заводчики голубей. В интернете в открытом доступе можно найти видео, как бороться с хищными птицами. Люди покупают эти яды, применяют, мажут голубей декоративных, бракованных, так скажем, когда хищник появляется, эти голуби выпускаются. Разные методы лова, убийства, элементами насилия, садизма и прочее. Соответственно, хотим обратиться в прокуратуру, чтобы подобного рода ролики, видео, статьи были просто-напросто заблокированы и удалены. Вообще, соколы своего рода санитары. Они съедают слабых и больных птиц. Балобаны сейчас на грани вымирания. За судьбой птицы из Бийска следили орнитологи-любители со всего мира. Очень жаль судьбы этой птицы, потому что эта птица, она очень как взрослая, она могла бы еще давать потомство для размножения и увеличивать количество птиц в Россию. Я надеюсь и все надеются здесь, что Россия приняла меры против голубатника, который использует яд против этой птицы. У нас тут своего рода морг такой, у мелких животных. Сейчас птица хранится в морозилке. Из-за того, что она краснокнижная, необходимо составить все необходимые документы и взять генетические пробы для изучения, чтобы даже после смерти она могла помочь сохранить свой вид. Нарей Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.